До чего же театр может быть непредсказуемым? Ульяновским актерам пришлось решать форс-мажор. Я, Мариана Мирная, расскажу вам, какой именно. Дела сердечные не позволили Ульяновскому театру привезти на Волгу театральную капитанскую дочку. Актер, исполняющий роль Емельяна Пугачева, попал в кардиологию. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, но было принято решение сделать замену. В Самару приехала премьерная «Чайка». Это, как мне кажется, очень достойная замена, даже которую заменой-то и назвать нельзя. Если бы, например, была возможность два спектакля показать на фестивале, мы обязательно показали бы этот спектакль «Чайка». Актеры еще толком не обкатали премьеру на родной сцене и уже показывают спектакль в Самаре. Пришлось несколько изменить рисунок, но главное – это принять участие в таком престижном фестивале, как «Волга театральная». Фестивальная жизнь – это всегда интересно. Всегда интересно сработать спектакль на публику, с которой ты совершенно не знаком, тем более на публику, которая, скажем так, уже имеет определенный багаж театральных впечатлений и критики в том числе. За свою работу актерам не то, что не стыдно, своей «Чайкой» они гордятся, но все же на всякий случай стучат кулачком по дереву и держат фиги в карманах. Всегда везде вожу с собой свою роль. То есть не важно, знаю я, не знаю, маленькая, большая, не важно. Я всегда ее с собой вожу. У критиков с каждым днем остается все меньше спектаклей для отсмотра. Каждый их вечер занят работой. Приятные, как говорят сами судьи. Любой спектакль – это хороший опыт и для зрителя, и для труппы, и для установления того диалога, без которого театр невозможен. Потому что если есть отклик в зрительном зале, значит все не зря. Премьера «Ульяновской чайки» прошла на ура. Зритель по достоинству оценил старания актеров и показал, что такое доброжелательная самарская публика. «Ульяновская чайка» Ульяновский театр – один из старейших в России. В этом году он открыл свой 232-й театральный сезон. За эти годы он вписал в историю культуры много интересных страниц. Коллектив очень надеется, что и Чехов пополнит этот список. Классика всегда современная, классика всегда жива. Мы приглашаем разных режиссеров, и эту классику на нашей сцене ставят по-разному. Сегодня мы рискуем. Риск, как известно, дело благородное. Ульяновцы не прогадали. Впереди еще два дня. Не прощаюсь. Увидимся в дневнике «Волги театральной». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова